я посмотрел я этот ролик с Ильиным, вчера что ли я смотрел, ты там меня не защищай, потому что ты там, он мне причащает, да ты как ни dising не причащаюсь, а то ты, получается, неправда будешь защищая меня говорить! Я не причащаюсь щас каждое воскресенье, я причащаюсь раз Benson, буду причащаться так и тебе. А я не сказал, что ты на службу ходишь каждое воскресенье? А ты и сказал сначала, что я причащаюсь каждое воскресенье, ты может оговорился買 할, сказал? Я не помню, но я имел ввиду то, что на службе, короче. А что, я тебя не защищаю, я за правду. Что, не будешь ходить, я буду еще не ходить. Потому что, на самом деле, ты знаешь, я как бы вот относительно православия у меня нет никакого теперь вот именно такого, что вот только православие правильно, я его не считаю только одним православием правильным. Ничего, такого у меня мнения нет о нем. Оно потому, что и вообще неоднозначно это православие, что оно такое, где оно, по кому его описывать. Потому что в священников я не верю. Потому что я считаю, что они не священники, то есть я для себя это уже как-то так твердо это усвоил. То есть у меня никаких пока вот серьезных аргументов, кто бы мне объяснил, что только они могут это делать, таинство, причастие и так далее. И я, например, считаю, что это не так. То есть причащаться, на самом деле, и то, что там Ильин говорит, вот там обо мне, что ты сам. Я думаю так, вот если, когда есть, в принципе, собрание, да, то те старшие. Кстати, там вот под нашим, что и роликом с тобой, кто-то там, а, по-моему, этот написал как раз Петр, батюшка-то, как его там, Петр. Он говорит, вот, мол, Александр, кто все пишет, что, мол, старцы, старцы. На самом деле-то я именно не так считаю, что только старые обязательно должны быть люди. А именно старцы в плане, ну, достойные люди. Все равно это, как бы, пацан, редко там, то, что Тимофей упоминается, ну да, но исключение бывает, когда в духе человек, поэтому его избрали, допустим, апостолы. Вот. Так и дальше. То есть старших назначают. И вот когда в собрании, то да, там, в принципе, есть люди, кто за это отвечает, и они, как бы, это причастие раздают. Ну, если я останусь где-то один, понимаешь, я буду причащаться, как вот из рук этого пастора, не священников, священников нет их. Поэтому здесь я, как бы, пусть он так вот, ему не нравится эта позиция, но она такая, я так считаю, то есть уже в крайней ситуации я буду причащаться именно сам. Вот. И там уже, потому что меня совесть не обличает, понимаешь, самый главный критерий, меня не обличает совесть. Вот. По этим вопросам. И мне, понимаешь, внутреннее четкое спокойствие от такого отношения вот к этим вещам. И для меня это серьезный, ну, сигнал, что так и должно быть, значит. Потому что обычно, когда у меня какие-то сомнения есть, они есть. А здесь у меня нет сомнений. Ну, знаешь, как, ну, ты вот, ты говоришь, что доказать нельзя, да, истинные они там, неистинные. Это, конечно, вопрос недоказуемый, потому что исторические факты, кто их доказывает. Тут вопрос веры. Веришь ты или не веришь в их вот эту, как бы, цепочку, да, которую именно Господь подает благодать посредством вот этой цепи, да. Веришь ты или не веришь, выбирай, пожалуйста. Я, допустим, понимаешь, я как бы ответ выставил вот тоже в нашем предпоследнем там беседе, где, ну, где привел там этих самых святых, в общем, высказаний о православной церкви, что как таковой уже практически и не существует. Вот. Ну, то есть это мое мнение. Но в то же время я согласен причащаться. Ну, знаешь, как я хочу причащаться? Только, опять же, веруя в то, что мне Господь пришлет такого человека. Я говорю, Господь, ты мне покажи, пришли человека, чтобы я причащился, если угодно тебе, чтобы не согрешить, опять же, в этом. Батюшка, отец Сергей приехал за 500 километров, кто вот его на поломной машине носил и поехал ко мне причащать меня. Опять, она Господу полагает, что тут уже безусловно все. Не знаю. Ну, здесь ты правильно, вот эту, как бы, мысль, она по вере все, понимаешь, вот. Ты веруешь, что вот тебе, вот, ну, только через священников, и вот тебе и так и есть. Я верую, что и через священников оно дается. Я знаю, что и поверь мне, так и будет это. Здесь же такая вещь. Тут, да, тут вот, я согласен, вот в чем, то, чтобы не лупавить, в первую очередь, перед самим собой, вот. Да, конечно, потому что мы до конца все равно все не знаем и вполне вероятно, допустим, вот сейчас я так считаю, да, может быть, это заблуждение, но я искренне так считаю, поэтому я действую так. И я поэтому мне как-то у меня совесть не обличает, потому что я именно искренне так считаю. Вот, а Господь, если ему угодно, что, как бы, да, чтобы я исправил, что он мне подаст исправление, направление новое, когда даст. Пока не дает, ну, значит, я Господа благодарю, что он меня укрепляет, пока она и в этом понимании. Все равно Господь на сердце смотрит, а не на наши дела, в конце концов, все-таки. Ну, так оно так, да. Мы верующие люди, не знающие, а верующие, у нас доказательств вообще никаких нет, у нас есть односовесть и все. Да. Вот именно, потому что за какой вопрос ни возьмем, он все весь в веру упирается. Потому что нигде ни под что никаких доказательств оснований нет таких однозначных. Железно. Никто, ничего, все меняли, все подставляли, что-то переначивали. И поэтому, в общем-то, здесь именно главная твоя искренность, она важна. А если не верующие они, священники, если не верующие, как у него можно? Нет, вот, ну, с Еленом в последней беседе, опять же, он понимает, что он возвращается, он все время, вот, а видишь, как, это же вот и есть вот тот самообман, когда он обманывает сам себя, да, да нет, да, они плохие, но нет, вот все равно, вот они как-то, вот сам себя вот обманывают. И смотри, это как будто Господь нас вот к этим лжецам как будто привязал, то есть он говорит, не смотрите, как они себя ведут, но это тоже неправильно, потому что слова эти Господа, их нельзя понимать вот именно в таком ключе, что, значит, то, чему учат они, или, точнее сказать, что они в данном случае вам делают и дают, то это вот как бы от меня, а по делам их не поступайте. Там это сказано конкретно к учению, то, что они преподают, и по делам их, понятно, они давали истинное учение, они закон Божий его как бы не трактовали в свою пользу, а давали, какой он есть, поэтому он говорит, они так как с Моисеево Седалище это говорят, то они истину говорят закон, поэтому вы его принимайте, ну по делам не поступайте, у нас совсем другая ситуация, то есть они проповедуют, они не только живут, они проповедуют не то, что и у Евангелия написано, вот, поэтому, и как бы, а Господь говорит, нет, вы все равно держитесь их, то есть вот они, без них вы как бы вообще никто, я в это не верю. Конечно, Христос имел это ветхозаветное, к этим нашим священникам никак не относится, не то совершенно у нас устроение, вообще вера не то, они жили, да у них устроение было мирское, то есть в то время для чего Господь устроил церковь, чтобы из человека дикого сделать человека культурного, вот, а сейчас идет Новая Завеста, он в чем заключается, чтобы из человека уже вот такого, ну, образно сказать, культурного, уже сделать духовного человека. Да. Так что это он никак не распространяется. Да, поэтому здесь я не верю в то, что Господь может привязывать к таким людям, не верю. Тем более, Евангелие, оно уже, сейчас время такое интересное, что Евангелие, оно везде есть, вот, а переводы, даже вот смотри, уже казалось бы, вот, почему они священники это слово ввели в русский язык, в русский перевод, если по-еврейски это не священники, а пасторы это совсем другое слово, почему они уже перетолковали, значит, то есть эти люди писание подменяют, то есть те, кто религию православную как бы пропагандировали, всегда ее как-то за правильно говорили, они производят подмену, вот, и тем более они по сути, смотри, это же, я вот только об этом сегодня смотрю, вот опять это то, что вот они одежда, вот это, кодят, по сути, ветхозаветная церковь, священники и все они устроили по ветхозаветному образу церкви, а как же так? Господь жертву себя принес, он первосвященник, да, и, соответственно, как первосвященник, он и жертву принес такую, которая одна и больше ее нет, то есть над этим священником никто не поручал жертву приносить, Господь, он же говорит, сказано, что один раз себя в жертву принес, и каждый раз он не заколается, жертву принес как священник, слово священник, оно же подразумевает жертвоприносящий, да, человек, кто жертву приносит, все, а остальное сейчас только мы, каждый из нас, себя принося в жертву, мы тем самым служим Богу, каждый человек, каждый христианин, больше жертвы никакие никто не приносит такие за кого-то, а они как будто приносят, ну вот идти и смотри, как и так мы за этих людей разве можем держаться, и они разве могут быть людьми, без которых таинства причастия якобы этого не будет, откуда оно таинство это взялось, оно таинство только в смысле, что вот оно прилагается в тело и кровь, ну это да, верим, но что без него, без любого священника, это так или ночь этим является, там какой-то тоже верующий человек, он как раз говорил о том, что вот православные на себя как бы взяли, на самом деле, та церковь апостольская, она закончилась с апостолами, и началась, он говорит, вот как только апостолы умерли все, началась православная церковь, которую вот называли себя православными, это уже начали волки в овечьей шкуре, которые вошли под шестью апостолов, и они уже стали создавать вот эти религию, которую сейчас в данном случае православие, и все остальное. Вот у меня, знаешь, я допускаю, что, не то, что допускаю, я вижу это и знаю, что вошли в церковь волки, не щадящие стадо, да, они есть, но они всегда, понимаешь, они всегда в церкви разделяются, то есть есть и овцы, то есть они постоянно на протяжении всего времени, это не значит, что сейчас волки просто находятся в церкви одни, а кого они жрать-то там будут, если волки будут без олиц, то и церкви не моют, вот. Это видишь на протяжении всего времени и овцы, и волки есть. Ну да, здесь вот такой вопрос, то он интересный, понимаешь, вот волки, они в данном случае как бы дураками были бы, да, если взяли бы всех овец, которые появляются, сразу всех съели. Ну вот, поэтому скажем, пусть маленько плодятся, то есть будем вести себя, ну, смиренно, под овечек будем маскироваться, они пусть туда прибывают, а мы их тут кушать потихоньку будем. У нас только сегодня, значит, агитировал настоятель, к полдвенадцатому должны были подать автобус, повезти, значит, прихожан к месту установки креста, где должен быть построен храм в новом микрорайоне. А люди там против, не хотят этот храм. Вот, а он говорит, ну, вот надо, надо, обязательно надо, хотя, говорит, многие тут даже из верующих нам говорят, что, мол, ведь это пустые храмы, у нас три храма в городе, мол, пустые, вот видите, сегодня даже воскресенье, а как бы храм-то и не переполнен. А он говорит, а я считаю, что вот нет, там вот раз кто-нибудь, пенсионер, сидит на телевизор, смотрит, потом раз там у него храм под боком, прямо вот у подъезда, он раз спустится, зайдет и, как бы, вот, понимаешь, вот, или молодые, а сам тут же говорит. Хотя, говорит, вот, некоторые молодые люди, они говорят, что, вот, когда будем старые, тогда пойдем в храм, и не ходят, а старые становятся, тоже никто не идет в храм. То есть, сам попытался рассказать истории, как старые они будут ходить, и сам тут же говорит, что, в принципе, никто не ходит. Хоть и становятся старыми, ничего не надо. Говорят, я не понял, никто. Священник, священник, да. Ну, кошмар. Он рассказывает, это он агитирует, что все равно надо строить храм. Вот, говорит, будут три человека там только, или тургии будут совершаться, а то, говорит, иначе придут мусульмане. Они вот тоже хотят храмы построить, то есть, мечети свои. То есть, они хотят их шапками закидать. Представь, не укреплением веры, не изучением писания, не взращиванием настоящих христиан, да. А каких-то захожан. Он, правда, сегодня объяснил. Он, значит, общину назвал, это когда общие, тут у нас молитвы идет, понимаешь, там, а захожане-то кто заходит, что-то какую-то новую теорию про общину он придумал. Это не те люди, когда одной семьей живут христианской, да, когда заботы общие, интересы общие. Вот. А он что-то по-своему такое казенное придумал. Вот, говорит, вот там будет свой, своя общинга, три человека, священник, литургия. Они говорят, вот видишь, там тысячу храмов по земле, за нас молятся тысячу храмов. Мы же, говорит, поминаем всех, там, вот, сестер и братьев наших, да, во кресте. Представляете, какая вот сила. То тысячу молятся, а будет, допустим, увеличится полтора раза, тысяча пятьсот будет. Это же сила. Это же хорошо. Все, да, хорошо, что будет больше молиться. Ну, в общем, детский сад. Это, это просто, знаешь, как это все повторяется. То, что было, это вот просто почитать и посмотреть фильмы, те, как и священники, то же самое, прям зеркально все отображается, понимаешь? Вот, чисто исторически, что было в четырнадцатом году, вот, в прошлом столетии, да, и вот сегодня то же самое. Они, папы, точно такие же были. Почему, почему вот исторически, почему интеллигенция отошла от храмов, да, потому что они вот эту вот все, вот эту пакость все увидели. Ну, представь, разумные люди, да, перестали ходить в храмы. А от чего? От того, что вот такое же точно происходило. Да. Да, и вот тогда приходит конец. Еще какое-то время, и так уже народ холодно относится к православию. Вот так, кто маленько начинает думать, что-то узнавать, он видит, что это совсем не христианская вера там. И отходит, естественно. И рано или поздно революция, это не хуже, как этот, хоть он и зло говорит, да, этот Невзоров, но правильно он говорит, будут вас сбрасывать папой с колоколем. Вот, если они не поймут, что вот так вот сетью народ не надо ловить в храм, надо Слово Божие его проповедовать, и учить этому, и жить так нам. И вот, вот что надо, а не количество. Так у них политика какая, ну, я уже ни одного священника видел, который мало-мальски начинает говорить об этом, их сразу подавляют, их сразу убирают из храма, куда-то деревню ссылают или куда-то подальше, знаешь, от мегаполиса. Ну, это, это о чем говорит, это значит, что исполняется чей-то замысел, что патриарх работает не за, а против, это же очевидно, ну, правильно. Да, да. Ну, нет, то ли замысел, то ли это уже просто, как бы, знаешь, как вот, какая-то тропа протаренная, из которой выскочить нельзя. То есть, вот как только вот начинает искажаться внутреннее понимание или внутреннее состояние большинства вот этого христиан, которые должны быть христианами, на самом деле, кто-то они другие, то оно само начинает вот в это русло заходить, и как к революции подводила, да, вся вот эта ситуация церковная, вот та разваливаемая, которая развалила все. Так и сейчас мы опять в какой-то, ну, заходим в ложе, которое оно прямо, вот, этот колея, она выведет обязательно потом на... Да это замыслы сатанинские, это вот, ну, я не читал так, я, в принципе, знаком с книгой с этого «Большая шахтная доска» Божезинского, это она написана еще 30 лет назад, книга, можно, знаешь, есть передачи об этой книге, люди говорят. «Потом план Далеса», то есть программа там расписана по пунктам, как будет развращаться общество советское, понимаешь? И все по пунктам это сбылось. Вот. Вот. И то же самое творится вот сейчас с православием. Они-то понимают, как его расхитит народ. Что ж, ни косынки там, ни это самое, ни бороды, ни все вот это допустите, допускайте все это, чтобы... Ну, это вот у протестантов. Кстати, эти ролики пришли в этом, под Москвой уже петь стали. Ну, вы читаете, говорит, Библию, там уже написано, и славьте Господи, и барабаны, и все, но барабаны подразумевают ритмы, значит, какие-то танцы должны быть, понимаешь? У него в храме они уже стоят, танцуют человек семь там, вот, а стоят, поют уже там американские песни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для того, чтобы можно было под этот ритм двигаться У нас в этой традиции как-то не прижилось Хотя русский народ любит потанцевать Но он почему-то не связывает танец с верой Хотя в традиции многих-многих народов Эти вещи очень и очень тесно взаимосвязаны КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok